Положение экономики устойчиво и предсказуемо. Россия уверенно противостоит негативному влиянию падения цен на нефть и санкционного давления. Бизнес-план. Предприниматели за пять месяцев текущего года в регионе создали почти 60 новых рабочих мест. Такие цифры озвучили во время отчета о деятельности фонда поддержки предпринимательства. Социальная поддержка подрастающего поколения. В регионе возможно появится новая госпрограмма. В ней пропишут измененные правила предоставления путевок для отдыха и оздоровления детей. Здравствуйте! С главными событиями этого дня Илья Сахаров. Положение российской экономики, несмотря на кризисные явления, в мире устойчиво и предсказуемо. Об этом заявил премьер российского правительства Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что стране приходится противостоять негативному влиянию таких факторов, как падение цен на нефть и внешнее санкционное давление. Но у нас есть четкий план действий. Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании Совета главправительств СНГ в Душанбе. Сложное состояние, в котором находится российская экономика, вызвано падением цен на нефть, внешним санкционным давлением и закрытием рынков капитала и технологий. Премьер подчеркнул, что кризис больше всего ударил по развивающимся странам и напомнил, как остро глобальный финансовый рынок и экономики некоторых стран СНГ отреагировали на колебания китайских биржевых индексов и девальвации юаня. Всего в повестку дня Совета главправительств СНГ было включено порядка 40 документов. Основное внимание уделили развитию торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных связей, финансовой и социально-экономической сферы, взаимодействия в правоохранительной области. Сделать наш регион максимально устойчивым к кризису. Такую задачу поставил глава округа Игорь Кошин. Для достижения поставленной цели определен ряд основных задач и сегодня проходит их реализация. Немалая роль в решении этого вопроса отведена поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. В частности, создан фонд поддержки предпринимательства, об успехах которых удалось достичь в сфере малого и среднего бизнеса сотрудники фонда рассказали на встрече с губернатором округа Игорем Кошиным. Вот только несколько цифр. При содействии фонда за пять месяцев во внебюджетном секторе создано 59 рабочих мест. Помощь в подготовке документов на получение субсидий оказана 31 предпринимателю. Финансовую поддержку получили 23 субъекта предпринимательства. Сотрудники фонда также рассказали о работе с отдаленными населенными пунктами. Всего за поддержкой в сфере развития или создания бизнеса обратились 25 жителей поселений. Учитывая, что предприниматели Заполярного района имеют ограниченные возможности участия в консультационных мероприятиях, которые проходят в Наринмаре, губернатор поручил организовать специальный семинар для глав муниципальных образований. Важно, чтобы жители каждого населенного пункта обладали актуальной информацией, знали о возможностях, которые готов предоставить округ малому бизнесу, имели равные возможности на получение существующих мер поддержки, подчеркнул Игорь Кошин. На сегодняшний день в перечень задач фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантии НАУ включены оказание микрофинансовых услуг, гарантийная деятельность, участие в реализации мероприятий по господдержке предпринимательства, работа с инвесторами и инициирование проектов развития. Фондом уже разработано более 10 проектов. По предварительным подсчетам все они являются рентабельными и прибыльными. Специалисты организации предлагают реализовать проекты жителям округа и оказать необходимую поддержку. Самый востребованный из них – частный детский сад, который помог бы разгрузить очередь в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, для реализации предлагаются проекты по развитию фермерского и тепличного хозяйства, туристической отрасли, создания химчистки и клинингового центра. Поддержка бизнес-сектора – это лишь одно звено в цепочке задач по сдерживанию кризисных явлений в регионе. В числе основных приоритетов – социальная политика, внедрение принципа адресности и нуждовидимости для НАО – это в первую очередь поддержка старшего поколения, реально отдавшего свои силы и знания на развитие региона. Сделали акценты на социальной поддержке подрастающего поколения. Окружные власти планируют разработать новую госпрограмму. В ней будут прописаны правила предоставления путевок для отдыха и оздоровления окружных детей. О создании нового документа стало известно на пресс-конференции в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В основу изменений ряда социальных законов региона был взят принцип адресности и нуждаемости. Так большие метаморфозы произошли в части предоставления путевок мать и дитя. В 2016 году на совместный с родителями отдых отправятся только дети с 4 до 9 лет включительно, а с 10 лет будут формироваться организованные группы для отдыха и оздоровления юных жителей Заполярья без сопровождения родителей. Кроме того, со следующего года путевки в санаторию смогут получить дети с 3, 4 и 5 группами. А сопровождать их разрешили не только родителям, но и близким родственникам. В первую очередь это бабушки и дедушки. Изменился и порядок предоставления компенсаций за отдых и оздоровление детей. Когда одновременно родители возят двух и больше детей, когда в семье, то в данном случае достаточно одного сопровождающего родителя. И я считаю, что это не совсем эффективно возмещать стоимость путевки на второго родителя. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас возможность гарантии государственной предоставляться для оздоровления детей, а не его родителей. В 2016 году в силу вступает ещё одна норма. Теперь путевки будут предоставляться семьям, где совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. При приёме документов на следующий год в расчёт будет браться минимум за третий квартал текущего года – 18 885 рублей. Для примера, семья из трёх человек может рассчитывать на бесплатную путёвку мать и дитя, на ребёнка и одного из родителей, если в месяц совокупный доход не превышает 113 310 рублей. В расчёт берутся все социальные выплаты пенсии и пособия, а также заработная плата родителей. Однако новые нормы не коснутся тех, кто в прошлом году встал в очередь на предоставление путёвок, но получить их так и не смог. По данным отделения социальной защиты населения в списке очередников с прошлого года осталось около 900 человек. Лишь одно условие – это подтверждение справки, которую они ежегодно предоставляют из поликлиники определённой формы. В данном случае мы хотим эти справки, чтобы родители обновили и принесли свежие справки с подтверждением, что дети нуждаются в санаторно-курортном лечении. В этом году около 100 человек отказались от льготы из-за того, что не смогли выехать в нужное время с детьми на отдых. Сейчас в отделении социальной защиты также есть невостребованные путёвки. На сегодня у нас есть шесть путёвок. Это две путёвки у нас – Кахкавские минеральные воды, санаторий юности, Кировская область, санаторий Митина – четыре путёвки. Поэтому, пожалуйста, кто у нас стоящие в очереди, желающие выехать, просьба обратиться в отделение социальной защиты. Желающие могут выехать на отдых и оздоровление, начиная с 4 ноября. Крайний срок заезда – 8 декабря. Время отдыха и лечения в санатории – 21 день. Говорили и о социальной поддержке инвалидов. Неработающие жители Заполярья с ограниченными возможностями здоровья и имеющие несовершеннолетних детей получают денежную выплату из окружного бюджета. Теперь это ограничение отменили, так как в основном зарплата инвалидов невысокая. У нас было конкретное обращение по семье, которая проживает в искателях, у мамы, которая является инвалидом по зрению двое детей. На них она получала 20 тысяч. Ей предложили работу на 6 тысяч. И она была вынуждена отказаться, чтобы не потерять эти 20 тысяч. Больше станут получать и пенсионеры ко дню пожилого человека. Ранее все жители региона, достигшие пенсионного возраста, получали по 10 тысяч рублей. Теперь данную выплату будут получать люди высокого возраста старше 75 лет. И сумма составит 16 тысяч рублей. Алена Валей, Вадим Новскин, телеканал «Север». Наринмар вслед за округами Заполярным района перешел на однолетний бюджет. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на сессии. Кроме того, они утвердили и некоторые изменения, которые вступят в силу со следующего года. В частности, речь идет о выплатах почетным гражданам. Герой в перчатках Анатолий Широкий стал вторым в регионе мастером спорта по боксу. Он победил на всероссийском турнире. Наринмар вслед за округами Заполярным района перешел на однолетний бюджет. Проект решения об отказе от трехлетнего планирования финансового документа в Совет городского округа внесла мэр. Решение депутаты утвердили на очередной сессии. Кроме того, что бюджет Наринмара станет однолетним, изменится и срок его внесения на рассмотрение депутатским корпусом. Глава города должна сделать это не позднее 25 ноября. В этот же срок проект городской казны предоставляется и в контрольно-счетную полозу Наринмара. Предусматривает проект решения и некоторые исключения. Кроме того, на сессии депутаты утвердили решение о внесении изменений в положение о почетном гражданине города Наринмар. В Совет городского округа поступило обращение с просьбой рассмотреть вопрос о существующем дисбалансе в ежемесячных социальных выплатах, установленных почетным гражданам муниципальных образований округа. Разница между выплатой почетному гражданину города Наринмар и почетному гражданину заполярного района отличается более чем в два раза – 2000 рублей и 5000 рублей соответственно. Учитывая столь высокую разницу в суммах, депутаты решили, что необходимо пересмотреть размер ежемесячных социальных выплат почетным гражданам Наринмара в сторону увеличения до 5000, как в заполярном районе. Настоящее решение вступит в силу 1 января 2016 года. Кроме того, Горсовет утвердил квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города и изменения в положение о муниципальной службе, согласно которой муниципальные служащие получили право на дополнительное профессиональное образование за счет городского бюджета. Повышение квалификации муниципального служащего, согласно положению, должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Кроме того, депутаты Горсовета приняли решение о переименовании памятника участникам локальных войн и вооруженных конфликтов на памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Кроме названия, памятник частично сменит облик. На его тыльной стороне разместят дополнительное изображение в виде трех птиц в бронзовом исполнении. Победный хук! В регионе появился второй мастер спорта по боксу. Им стал 20-летний воспитанник дворца спорта Норд Анатолий Широкий. К этой заветной цели спортсмен шел целых 10 лет и вот результат достигнут. Мастера спорта он получил, взяв золото на всероссийском турнире по боксу класса А, который проходил в Мурманской области. С победой атлета поздравил глава округа Игорь Кошин, вручил ему благодарственное письмо. А Никита Чупов, это первый в регионе мастер спорта по боксу, из рук губернатора получил значок и удостоверение, которые подтверждают это звание. А вот Анатолий Широкий свою главную награду получит чуть позже. У меня эмоции были вообще, ну 10 лет к этому шел, как бы у меня эмоций было полно. Я просто я поднял руки, ну не знаю, очень рад был. У меня даже слов не было. Все ждали, все бабушки там, не знаю, все молились, не знаю, поддерживали, мне хорошо. После вручения наград Игорь Кошин обсудил с ребятами и их тренерами перспективы развития профессионального спорта в регионе. В частности, Александр Помах и Александр Андрюков сказали, что на данный момент в городе нет базы для подготовки спортсменов, в том числе боксеров. В итоге, в ходе встречи стороны договорились о том, что в новом ФОКе, который построят в микрорайоне авиаторов, будет предусмотрено отдельное помещение для занятий боксом. Назад в прошлое Владимир Путин создал российское движение школьников. Пионеры современности. В стране появилась новая организация для детей и подростков российское движение школьников. Указ о создании подписал президент. В стране создается новая общенациональная детско-юношеская организация. Пионеры современности будут входить в российское движение школьников. В опубликованном накануне указе президента обозначена цель совершенствования госполитики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе, как сказано в документе, присущей российскому обществу системы ценностей. Учредителям заявлено Федеральное агентство по делам молодежи. Российское движение школьников появится в каждом регионе нашей страны. Планируется, что это будет такой аналог пионерии, но не в части того, что там воспитание идеологии или еще что-то, а в части того, что охвата школьников, молодежи, занятия их чем-то, воспитание патриотизма, воспитание уважения к старшим, вежливости, отзывчивости, готовности прийти на помощь. Главная самая цель – это вот, что мы живем в своей стране. Наша страна – Россия, мы ее все любим, уважаем. И вот это вот, ну, наверное, самое главное. По словам министра образования и науки России Дмитрия Ливанова, сегодня в стране фактически нет организации, которая напрямую занималась бы детьми и молодежью. Кроме как партийное, российское движение школьников как раз-таки будет направлено на воспитание в ребятах патриотизма. Российское движение школьников будет иметь очевидный позитивный аспект, играя важнейшую роль в одной из главных задач системы образования – воспитании и социализации учеников. Это необходимая инициатива, и министерство готово оказать всю необходимую подготовительную и методическую помощь в организации такого движения во всех регионах России. До конца марта следующего года правительство должно определить список передаваемого движению имущества. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год Кабинет министров должен учитывать субсидии на новую организацию. В Министерстве образования уже заявили, что помогут провести подготовительную работу во всех регионах России. Кадеты 4-й школы развернули знамя дружбы и мира. В преддверии Дня народного единства там прошел традиционный праздничный концерт. Ежегодно его формат меняется. На этот раз красочное представление посвятили толерантности, дружбе и народам, которые проживают на территории региона. На сцене выступили творческие коллективы образовательного учреждения. Не обошлось и без сюрприза. В гости пригласили детский образцовый коллектив «Морошки». Они исполнили танцы разных народов. Ну а после в актовом зале кадеты развернули знамя дружбы и мира. Знамя дружбы и мира у нас в школе появилось в прошлом году, когда все классы объединились и решили его создать. Мы сшили из лоскутков все, каждый свой, кто что представляет, что такое мир, что такое дружба, разные символики этого как раз. И поэтому у нас получилось большое знамя. Оно у нас будет добавляться ежегодно, новые классы поступают. Поэтому мы такую традицию будем сохранять и знамя у нас каждый год будет больше и больше становиться. Ненецкий округ готовится к празднованию Дня народного единства. Главное праздничное мероприятие состоится 4 ноября в Доме культуры города Наринмара. В этот день на главной сцене округа пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов города и округа. Как обещает организатор, мероприятия в праздничное действие будут вовлечены не только артисты, но и зрители. Кульминацией праздника станет флэш-моб, который продемонстрирует единение российского народа. На концерт приглашаются все желающие. Билеты на концерт можно получить совершенно бесплатно в кассах Дома культуры. Дню народного единства будут посвящены и другие мероприятия, которые пройдут в Ненецком округе. В их числе акция «Нау территория единства», российская акция «Ночь искусств» в учреждениях культуры, окружной праздник землячества «Венок дружбы» и турнир по мини-футболу. А накануне Дня народного единства 3 ноября в Доме культуры пройдет благотворительный проект «Добрые песни о главном». В этом году традиционный концерт, который за пять лет стал одним из главных музыкальных событий, года посвящается 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году ребенка в НАО. Концерт состоится 3 ноября в 18 часов в Большом зале Дома культуры города Наринмара. Вырученные от продажи билетов деньги будут переданы в региональное отделение российского Красного Креста на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 4 ноября участники концерта «Добрые песни о главном» вновь выйдут на сцену. Они выступят в День народного единства в рамках концерта «Душой и сердцем мы едины». Повторить программу ежегодного благотворительного концерта решено по многочисленным просьбам жителей Заполярной столицы. В этом году проект «Добрые песни о главном» посвящен 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году ребенка в Ненецком округе. Напомню, все, кто не сможет прийти на благотворительный вечер 3 ноября, обязательно увидят повторение главного музыкального события региона 4 ноября в рамках концерта «Душой и сердцем мы едины». Естественно, что будет официальная часть, а потом будет концерт. Я думаю, что жители нашего города будут очень рады, потому что на такую концертную программу, как «Добрые песни о главном» всегда очень много желающих и не все могут попасть на такой концерт. Билеты на праздник можно получить бесплатно в кассе Дома культуры города Новинмара. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы также можете на нашем сайте. Его адрес www.trk.ru А теперь прогноз погоды.